Мухаммад Эфенди Османов, который преподавал на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета, он в 1883 году издал, уже будучи в отставке, он, собственно говоря, в отставку ушел в 1881 году, он издал очень интересный сборник ногайских и кумыгских текстов, который фактически представляет собой такую вот хрестоматию, которая, видимо, была призвана помочь студентам ознакомиться с такими вот существующими вариантами тюркского языка. То есть, в то время это называлось татарский язык, всех татар называли. И это даже фактически считалось, по крайней мере, видимо, Мухаммад Эфенди так считал, он считал это диалектами, потому что он эту свою хрестоматию разделил на две части, и первая часть называется «Ногайское наречие» или «Диалект Тенагаль». То есть, вот они даже считали это диалектами какого-то вот якобы существующего такого тюркского языка. Вот. Этот сборник состоит из 174 страниц, 105 из них составляет Ногайская часть. И Ногайская часть очень интересна. В ней 10 разделов. 10 разделов. Первый раздел называется «Поговорки». Второй раздел – «Песни». Третий – «Песни ногайских казаков». Затем «Предание Нариге и Чуребатыре», «Предание Тавтамышхане», «Предание о Мирзе Мамае», «Предание об Адель-Султане Крымском», «Песни ногайских казаков» еще раз, «Предание об Эрюаме Цинайсула» и «Предание об Эсен-Булате». Вот такие вот разделы существуют, которые действительно передают такое вот богатство устного ногайского творчества. Вот эти разделы, они чем интересны? Во-первых, поговорки. Мы, когда смотрим на поговорки, очень интересная связь наблюдается поговорок с творчеством, например, Досмометазовского. Очень многие поговорки просто напоминают такие вот… То есть, они просто взяли такие наиболее яркие части и они вошли в народ. То есть, вот это тоже вот про роль, да, таких вот известных поэтов в развитии ногайского языка, ногайского творчества. И вот в народ это все уходило. Очень интересно наблюдать это все. Но вот интересен раздел «Песни». Вот в разделе «Песни» собраны именно религиозные песни. И мне кажется, что это такая вот предтеча, кстати, несправедливо забытого такого вот творчества, известного еще и в советское время, как «Назма». Вот у ногайцев есть такой вот жанр «Назма», который развивали еще и в советское время, вплоть до 1970-х годов, «Нагайские фенди», «Апендлер». Ну вот, известный вот как бы «Назма» «Пера ногайских фенди». Очень интересные, очень своеобразные, и которые имеют параллели вот с теми песнями, которые были зафиксированы на Мухаммаде Мефенди. Очень интересные два раздела «Песни ногайских казаков». Это третий и восьмой. Вообще, вот в третьем разделе собраны новые казаки «Тирдларе», которые не имеют личного героя. То есть это, в общем, поется о ногайском казаке, о его жизни тяжелой и так далее. Но когда мы обращаемся уже к восьмому разделу, там появляется личный герой. Вот «Досмамбе тазаула», «Месоке» и так далее. То есть там уже этот герой называется. И мне кажется, что вот эти два раздела просто должны стать такой вот отличной находкой для наших филологов, для тюркологов, тех, кто изучает тюркскую литературу, потому что это такой вот явный пример перехода фольклора в эпос. Потому что, как Павел Александрович Фолёв пишет, появление личного героя – это уже свидетельство того, что вот это уже уходит в эпическое произведение. И мне кажется, что вот здесь богатейший материал для анализа, для рассуждений на эту тему. И вот даже просто для этих целей было бы очень важно эти песни и привести в оригинале, и перевести, и прокомментировать просто. И это, конечно же, огромный труд, но это стоит того. И есть здесь собрано очень много нагайских эпических произведений, которые, мне кажется, было бы тоже очень интересно исследовать, поскольку фактически, вот как тот же Фолёв пишет, этот сборник довольно быстро проник в нагайскую среду. И для Фолёва это было трагедией, потому что Фолёв довольно справедливо отмечает, что вот это всё зафиксировано письменно, и это всё заучивается вот в том виде, в котором оно есть. И дальше существует именно в этом виде. Вот было бы очень интересно всё-таки посмотреть, насколько как бы вот этот сборник стал действительно катастрофой для устного народного творчества. Действительно ли это так? И так далее. То есть это достаточно тоже очень интересные вещи. Ну и кроме того, вот с точки зрения языка, это очень богатейший источник, поскольку, ну вот в частности, например, этот сборник фиксирует очень интересную переходную стадию между джоканьем и йоканьем. То есть здесь вот язык очень интересный. где-то даже просто в одной строке встречается и джоканье, и йоканье. То есть очень удивительные такие вот диалектные особенности. Причём записывались эти произведения, скорее всего, среди вот аксайских нагайцев, потому что сам Мухаммад Эфенди родом из Хасавиртовского округа Терской области, где как раз-таки вот эти нагайцы и жили. И это очень удивительно, потому что на сегодня, к сожалению, эти нагайцы не сохранили бытование нагайского языка. Они практически перешли на кумыкский язык. И вот очень интересно, что ещё в XIX веке это была очень своеобразная группа в языковом отношении, находящаяся вот в таком переходном состоянии от джоканя к йоканью. Мне кажется, что вот то, что я отметил, это действительно говорит о том, что вот этот сборник, крайне необходимо этим сборником заниматься, именно в научном плане, крайне необходимо было бы уже это переводить и публиковать с комментариями. Просто стыдно признаться, что вот, например, если мы берём такой очень важный не только даже источник для филологов, а просто даже исторический источник, как песни нагайских казаков, он не то, что не переведён, эти песни не то, что не переведены на русский язык. Мы имеем научное издание этих песен только на немецком языке. Вот в сборнике «Кумудская нагайка» материалы Рамштета, они переведены на немецкий язык и прокомментированы. То есть вот такого вот научного издания песен нагайских казаков нет на русском языке. Это, ну, просто вот, как бы такой вот факт, который, ну, мне кажется, достаточно всё-таки в наше время неудобно находиться в таком положении, да, когда на немецкий язык всё-таки это всё хоть немножко переведено и прокомментировано, и есть научное издание. А на русском языке этого нет. Вот. И вот в этом смысле, конечно же, сборник Мухаммада Ефенди Османова крайне важный источник, и он, мне кажется, таит ещё массу-массу такого интересного, насыщенного материала, который позволит нам и сделать какой-то прорыв и в филологии, и в литературоведении, и в том числе и в истории, потому что серьёзные, там есть очень серьёзные такие вот исторические источники, как вот песни негайских казаков.